У страха глаза велики. Эту пословицу наверняка слышал каждый россиянин. Страх – естественное чувство человека, которое издавна помогало выживать. Безоружный древний человек-зверь опугался и убегал. Так эта эмоция спасала ему жизнь. С другой стороны, испуг может быть деструктивным, разрушающим здоровье и отношения между людьми. Речь идет о навязчивых страхах, которые человек сам себе придумывает. Обычно такие переживания только мешают и ограничивают. В современном мире у человека нет потребности ежедневно защищать свою жизнь. Однако привычка бояться у людей осталась до сих пор. Панический страх пауков, темноты, грома, полетов на самолете, открытых пространств может доставлять человеку существенные неудобства и оказывать неблагоприятное влияние на различные сферы жизни человека. Проблема, они неадекватные. Есть страхи, как нормальная реакция. Но все-таки еще и третье направление. Страхи, как отсутствие эмоциональной чувствительности, наличие эмоциональной тупости и так далее. Еще третье направление. Что же такое страх? Он состоит из двух основных реакций на воспринимаемую угрозу – биохимической и эмоциональной. Биохимический процесс протекает в организме без сознательного контроля человека. С помощью него тело готовится либо вступить в бой, либо убежать от опасности. Эта реакция также называется «бей или беги» и является эволюционным способом защиты. Эмоциональная реакция на страх, в отличие от биохимической, достаточно персонализирована. Некоторые люди постоянно ищут адреналин, занимаются экстремальными видами спорта, предпочитают скоростную и опасную езду на автомобиле, смотрят фильмы ужасов. Другие негативно реагируют на чувство беспокойства, избегая подобных ситуаций любой ценой. Страхи надо воспринимать как нормальная психическая саморегуляция, как фактор, который способствует нашему выживанию. И возникает он потому, что всегда есть тревожность, и когда она доходит до определенного уровня, она называется страхом. По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, наиболее распространен среди россиян страх высоты – акрофобия. Его назвали 30%. Также распространена дентофобия – боязнь стоматологов, энтомофобия – боязнь насекомых и арахнофобия – боязнь пауков – 18%. Конечно, многие жители до сих пор опасаются возвращения пандемии. Их количество составляет 22%. Страх для меня, наверное, последний год – это было, чтобы я хорошо закончил универ, потому что у меня было очень много там долгов и проблем с этой сессией. Меня хотели отчислить несколько раз, и вот для меня это был большой страх. Смерти близких – это для меня самый большой страх смерти в целом. И он меня преследует в процессе моей просто жизни и деятельности. Боюсь одиночества и будущего. Страх испытываю частенько. Больше всего я боюсь подарков и неожиданностей, потому что, когда, например, мне дали подарок, я не знаю, что там внутри, и я не хочу знать. А вдруг, например, я придумаю что-то хорошее, а будет, ну, что-то не очень. Помимо страха в жизни каждого человека встречается такое угнетающее чувство, как тревожность. Это естественная реакция человека. Она может ощущаться в разной степени интенсивности – от неясного беспокойства до сильных телесных симптомов или панических атак, когда возникает ощущение, что вы можете упасть в обморок. Эпизод тревожности всегда проходит, но может вернуться. Паника может быть вызвана рядом нескольких причин. Во-первых, это может быть мысль или чувство, которое заставляет испытывать отрицательные эмоции. Иногда беспокойство может быть связано с высокими требованиями, чувством стыда или вины. Тревожность также может начаться, если вы чувствуете себя обманутым или если вы рискуете потерять что-либо важное для себя. У человека постоянная тревожность, то это может быть связано либо с его психологическими, психическими нарушениями алкоголи, наркомания, лекарственная зависимость. У него сейчас повышена тревожность. То есть всякие невежества надо убирать. Второй фактор – это жизнь, это ситуация. Уйдет ситуация, уйдет страх. И третий фактор – это характер. Человек имеет тревожно-фобический статус. Для того, чтобы снизить уровень страха и тревожности, специалисты советуют, во-первых, найти корень своих переживаний и постараться исключить их из своей жизни. Во-вторых, в критических моментах обращаться к психологу, чтобы изменить свое отношение к источнику беспокойства. Аделина Абдрахманова, Александр Кузнецов, Универниус.